Ирина, супруга известного российского певца Льва Лещенко, уже сделала сегодня открытое заявление, что не оставит это дело без внимания и добьется самого строгого наказания для преступников. В данный момент в городе Москва, на улице Академика Скрябина, где находится вторая квартира Льва Лещенко, работает полиция. Супруга Льва Лещенко считает, что благородство и любовь к людям ее мужа сыграло ему плохую службу. Неделю назад в суде города Москвы замечательный советский певец Лев Валерьянович Лещенко сделал доброе дело. Он простил тех людей, которые его оклеветали. Еще месяц назад в мире российского шоу-бизнеса возник громкий скандал. Метро советской и российской музыки Льва Лещенко обвинили в преступлениях, которых он не совершал. Три танцовщицы из московского ночного клуба заявили, что Владимир Винокур и Лев Лещенко проводили с ними время и дарили им щедрые подарки. Танцовщицы вместе со своими молодыми людьми просто атаковали семью Льва Лещенко, приходили к нему домой и звонили его супруге. Лев Валерьянович терпел это безобразие до поры до времени, но потом все же открыл судебное разбирательство. В суде было доказано, что все обвинения это наглая ложь. Однако Лев Валерьянович не захотел ломать судьбы молодым людям и отказался от возбуждения уголовного дела. Однако танцовщицы и молодые люди ответили Льву Лещенко черной неблагодарностью. Вначале российский певец заметил, что у него исчезла круглая сумма денег с кредитной карточки. Лещенко списал это происшествие на мошенников и не подозревал о страшной угрозе. Однако два дня назад кто-то повредил личный компьютер Льва Валерьяновича и у певца пропали важные личные данные. Однако все это оказалось пустяками по сравнению с сегодняшним событием. Общественное шоу-бизнеса считает, что началась настоящая атака на российских артистов, ведь совсем недавно около своего дома пострадал Евгений Ваганович Петросян. Поклонники российского артиста в шоке от произошедшего, ведь на 80-летнего Льва Лещенко набросились трое человек прямо около его подъезда. Полиция уже схватила преступников и установила точную причину трагедии. Злоумышленниками оказались молодые люди тех самых танцовщиц из ночного клуба, которых когда-то помиловал Лев Лещенко. Стало известно, что теперь эти преступники получат по полной. Жена Льва Лещенко обратилась куда следует, и это громкое скандальное дело взяло под собственный контроль Следственный комитет. Сам Лев Валерьянович на данный момент находится в центральной московской больнице. Состояние легендарного певца оценивается как среднее тяжелое. Однако преступники нанесли Льву Лещенко телесные повреждения, и теперь замечательному артисту придется некоторое время находиться в больнице. Как отмечают супруга певца, Лев Лещенко находится в удрученном состоянии и не дает интервью. «Мой муж всегда доверял людям и верил в добрые поступки. Ему сейчас очень тяжело морально», — констатирует супруга Льва Лещенко.